Ни один масштабный праздник в областном центре не проходит без выступления Брестского городского духового оркестра, которым со дня основания, а это больше 20 лет, руководит Валерий Коваль. 23 апреля главный дирижер известного в Бресте и далеко за пределами Беларуси коллектива отметил свой день рождения. Вместе с музыкантами, собрав на концерт не только поклонников живого звука, но и лучшие голоса города над Богом. Это такое счастье, работать вместе с Валерием Борисовичем, работать под его дирижерской палочкой. Это такая сила, это такая величина. Ты просто чувствуешь, что он тебя чувствует, что он тебя понимает. И, конечно, ему с нами может быть где-то и сложно, потому что нас много, а он один. Мы должны дышать вместе. Если кто-то дышит не так, то я, может быть, заставляю, навязываю свою волю, но тот, кто не дышит со мной, он уходит. Понимаете? Поэтому это очень большая ответственность работать с оркестром, потому что это живой организм. Выступать в сопровождении оркестра – дело ответственное. Как признаются сами музыканты, после работы с Валерием Ковалем петь под минус им уже неинтересно. Это энергетика бешеная, конечно. Если еще песня качает, то вместе с оркестром – это просто фантастические ощущения. Я с оркестром сотрудничаю давно, с Валерием Борисовичем. Мы в оркестр сделаны оркестровки моих авторских вещей, я пою свои авторские песни. И вот это звучание, вот этих песен, которые в таком формате никогда не звучали, они всегда, это всегда очень волнительно и красиво. Петь с оркестром – это не петь под фонограмму, под записанную минусовку. Это всегда каждый раз разное настроение, разные эмоции. Песню действительно проживаешь. И так, как и Валерий Борисович проживает, так ее проживаю и я. И это какой-то особый тандем на сцене, чтобы не передать словами на самом деле. Давать большой весенний концерт у городского оркестра – традиция давняя. Валерий Коваль сумел из обычного музыкального коллектива создать настоящую творческую семью и сделать ее брендом «Города над Богом». Этот год был очень удачный, он был очень насыщенным мероприятием. Мы открыли новый проект, не открыли, мы продолжили, но мы его приподняли до должного уровня этой музыкальной вечеры на Советском. Мы продолжаем свой проект из окружательного воспоминания в парке. Мы продолжаем проект дебют с оркестром. Вы видите, что у нас все больше и больше детей и не детей. Я больше людей привлекаю к живому исполнению. И они ко мне тянутся. Талантливый человек, талантлив во всем. Валерий Коваль подтверждает эту аксиому, считая, что в творчестве нужно просто жить.